Усилия региональной власти по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса получили высокую оценку на федеральном уровне. Практики Свердловской области по внедрению стандарта инвестиционной привлекательности могут быть использованы и в других регионах России. Об этом шла речь на выездном заседании рабочей группы по мониторингу выполнения решений Государственного совета Российской Федерации и его президиума об исполнении поручений главы государства, о повышении инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и создание благоприятных условий для бизнеса, которое провел помощник президента России Игорь Левитин. Участие в заседании принял губернатор Евгений Куйвышев. Мы все время говорим, вот нужны деньги, бизнес не идет, бизнес боится, есть риски. И по этому вопросу состоялся Государственный совет, были приняты решения. Но для того, чтобы бизнес поверил и мы смогли добиться прозрачных конкурсных процедур, доступа к средствам банковским, к федеральным, к региональным, необходимо выработать стандарты. Агентство стратегических инициатив по поручению президента вместе с субъектами Российской Федерации в течение этого года, прошедшего после Госсовета, это уже год прошел, работали в каждом регионе. И если вы слышали по докладам, только в половине субъектов Российской Федерации эта работа завершена. Есть много разных причин, и сегодня и Уполномоченный по правам предпринимателей об этом говорил, которые, к сожалению, пока не позволяют нам добиться того, чтобы стандарты по бизнесу были отработаны во всех субъектах Российской Федерации. Почему мы проводим в Свердловской области? Уральский федеральный округ является лидером, скажем, лучшим среди других федеральных округов, в том числе Свердловская область среди регионов. По словам помощника президента Российской Федерации, именно этот фактор повлиял на выбор Екатеринбурга в качестве площадки для первого заседания рабочей группы по выполнению поручений президента в сфере создания благоприятных условий для бизнеса. Генеральный директор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин добавил, что Свердловская область – это один из немногих регионов, демонстрирующих лучшие практики внедрения стандарта инвестиционной привлекательности, которые могут быть взяты за образец для применения в других субъектах Российской Федерации. В частности, интересен опыт региона в сфере создания доступной инфраструктуры, технопарков, бизнес-инкубаторов, внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия для ликвидации избыточных административных барьеров бизнесу. Губернатор Евгений Куйвышев познакомил участников заседания с наработками региона по улучшению бизнес-климата и мерами поддержки инвесторов. Сегодня перед нами стоит новая задача – это глубокая модернизация промышленной базы региона и упрочивание межрегиональной кооперации, реализация программ импортозамещения и создание условий роста предпринимательства. По его словам, одним из важнейших инструментов улучшения инвестиционного климата и модернизации промышленного комплекса региона является создание подготовленных инвестиционных площадок, особых экономических зон и индустриальных парков. При этом губернатор подчеркнул, что опыт создания особой экономической зоны «Титановая долина» показал, насколько важно обеспечить резидентам комфортные условия ведения бизнеса. Сегодня резидентам ОС представлены максимально благоприятные условия прохождения таможенных процедур и налогообложения. Также одним из существенных факторов, ограничивающих развитие инвестиционного потенциала регионов, является несовершенство законодательной базы. Поэтому регион поддерживает инициативу федеральных органов власти по внесению изменений в федеральный закон об особых экономических зонах, которые закрепляют понятие «индустриальный парк», а также относят полномочия по созданию и функционированию региональных ОС к органам госвласти субъекта Российской Федерации. Как пояснил заместитель министра экономического развития Евгений Елен, среди предстоящих изменений – внедрение механизма отложенных платежей. Кроме того, в ближайшее время будет проработана возможность возврата части налоговых платежей субъект Российской Федерации или предпринимателю, если он понес затраты на создание инженерной и деловой инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта. Также предусмотрен ряд инструментов финансовой поддержки бизнесу. Начинает работу агентство кредитных гарантий. Устанавливаются квоты на государственные закупки у малых и средних предприятий. Свердловская область полностью поддерживает инициативу федеральных органов исполнительной власти о внесении изменений в федеральный закон об особых экономических зонах. И к ключевым изменениям относятся законодательное закрепление понятия «индустриальный парк», отнесение полномочий по созданию и функционированию региональных особых экономических зон к полномочиям органов государственной власти субъекта. Данные изменения позволят расширить полномочия субъектов и продолжить работу по повышению инвестиционного потенциала и конкурентоспособности регионов. И как следствие привлечь новых инвесторов и создать новые рабочие места. В этой связи считаем важным скорейшее принятие предлагаемых изменений законодательством и формирование соответствующей нормативной базы и их практической реализации. Губернатор отметил, что за последние три года на создание ОЭС «Титановая долина» выделены средства бюджета Свердловской области в объеме 951 миллион рублей. Сегодня созданы условия для выхода на площадку первых резидентов. В июне 2014 года «Титановая долина» и корпорация ВСМПО «Ависма» подписали соглашение о проекте строительства производственного комплекса для механической обработки титановых деталей. В июле начнется строительство объекта. Евгений Куевышев рассказал участникам заседания об опыте создания индустриальных парков в Свердловской области. Так он отметил, что индустриальный парк «Богословский» позволит преодолеть монозависимость Краснотуринска, эффективнее противостоять колебаниям на мировых рынках металлов, создать не менее 1400 рабочих мест, поддержать малый и средний бизнес. Со своей стороны Игорь Левитин поблагодарил губернатора за организацию заседаний рабочей группы. Он отметил, что итоговые решения найдут отражение в докладе главе государства.